Нагорному Карабаху. Как я уже говорил, и здесь тоже вряд ли скажу что-то новое, но конфликт ведь начался с чего? С этнических столкновений. Сначала в городе Сумгаити в Азербайджане, потом в самом Нагорном Карабахе. И тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили, плохо, но первоначально посылом к их действиям были вот именно эти негативные события на этнической почве. Значит, это привело к чему? К тому, что сам Нагорный Карабах, а ещё семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет? И Азербайджан о чём говорит? О том, что вот эти, во всяком случае, семь районов, они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит, мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете, у каждого своя правда. И здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязывать. Мы изначально исходили из того, что нужно говорить. Наша позиция является открытой абсолютно. Говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определённого режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее. В чём или где это долгосрочное урегулирование, как вы спросили? Сейчас я подхожу к самой сути вашего вопроса. В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны, как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы были бы учтены армянского народа и государства Армения с тем, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы ещё и возможности для эффективного регионального развития с разблокированием всех инфраструктурных и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно. И давало бы возможности, в том числе многим из наших сегодняшних участников дискуссии, принимать участие в развитии этих территорий, инвестировать, а там есть куда инвестировать, люди и в той, и в другой стране очень эффективные, очень талантливые. И вот этот конфликт, который длится уже три десятилетия, он не даёт возможности эффективного развития обеих конфликтующих сторон. Но на первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей. Сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями России, Соединёнными Штатами и Франции, с участием других участников этой Минской группы, а там много стран, включая и Турцию, и ряд европейских государств, на основе вот этой совместной работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать.